Уважаемые господа, любители моих фотографических экспериментов и книг о фотографии. Сегодня я хотел бы вам рассказать о испытании с помощью фотокамеры Хасельблат Х1Д2 совершенно необычного и интересного объектива, который называется «Антипланет». То есть он так же точно, как и перископ в предыдущей серии этого фильма, смонтирован на геликоид от старого Хасельблатовского объектива. Что это за объектив? Этот объектив является уникальным апланатом. Сами апланаты, они, собственно говоря, достаточно просты по конструкции. Это всего лишь две склейки линз, передняя и задняя, то есть те самые, которые абсолютно симметричны. Это интересные склейки, поскольку эти объективы на самом деле оказались настолько удачными, что почти 50 лет доминировали фотографии. Суть конструкции этих объективов очень проста. Дело в том, что Штенгель в 1865-1866 годах, когда он создавал эти объективы, он додумался до того, чтобы отказаться от флинта и кронгласса, а использовать только один сорт стекла – флинт-гласс. И он сделал из него, чуть-чуть с разными характеристиками стекла, две линзы – отрицательную и положительную. И взял две пары таких линз. Собственно говоря, это и составило основу апланата. Этот апланат, я подробно описываю все эти истории в книжке, вот в этой вот, которая называется «Апланат искусства фотографий». Кто хочет, тот прочтет. Это длинная была история эволюции почти 50-летних этих объективов, и в конце этой истории Штенгель решил отказаться от исходной конструкции, столь удачной, которая прославила его в веках, и начал экспериментировать, то есть стал создавать пары линз, склеенные из флинт и кронгласса. И торжеством этого подхода, то есть почти анастигматом с уникальными свойствами, стали объективы под названием антипланет. Это очень интересные объективы, они имеют асимметричную конструкцию, то есть передние пары линз потоньше, склеенные из флинт и кронгласса, а задние потолще, тоже из флинт и кронгласса. И рассчитаны так, что они практически, эти объективы, лишены всех тех дефектов апланатов, которые, так сказать, были камнем преткновения на протяжении десятков лет. Я и воспользовался таким объективом с фокусным расстоянием 140 мм, и начальной диафрагмой 8, для того, чтобы сравнить его с Хасельбладовским объективом с фокусом 120 мм. Это очень простой объектив, у которого даже нет ирисовой диафрагмы, и даже крутильной, как у перископа в предыдущей серии. Мне пришлось сделать, вырезать из бумажки, вот такие вот, из плотненькой бумажки, вырезать такие вот диафрагмы. Одна 22, другая 9. Собственно говоря, вот с таким набором я и начал свои испытания. Уважаемые господа, я нахожусь в пойме речки Дубна. Это красивое место, где много прекрасных ландшафтных сюжетов. И сама речка, и сухие кусты вокруг нее. Я буду использовать это место для того, чтобы снять несколько сюжетов антипланетам Штенгеля и, соответственно, Хасельбладовским объективом 120 мм макро. Теперь посмотрим на те фотографии, которые получились на этом планере. Здесь довольно много интересных снимков, поскольку они отражают природу. И эта природа снимки подобрана так, что, может быть, они не выделяются выдающимися художественными особенностями, но зато раскрывают качество этих двух объективов. То есть достаточно контрастные. Ну вот с первого же снимка, который вы видите на экране, я показываю, что как одинокое дерево, стоящего на заболоченной местности, на черном, практически темном фоне леса. Вот посмотрите, что происходит. Как вы видите, тонны передачи очень разные у антипланета и Хасельблада. А сравнив эти снимки покрупнее, вы сразу заметите разницу в тонны передачи. Аналогичный снимок, тоже сравнительный, сделан и в такой длинный канавик, дренажный, который находится в лесу. Тоже посмотрите, глухие тени и яркие цвета. Все сразу станет ясно. Дело в том, что, конечно, они работают по-разному и по цвету, и по тональности. Как вы видите, в сочетании антипланета с матрицей происходят просто чудеса. Пойдемте дальше. Посмотрите более простой и привычный сюжет. Это всего лишь навсего наличники окон около одного из домов, недалеко от речки Дубна. Как вы видите, обветшавшие здания с размытыми стенками, в которых видна и цвета побежалась, все остальное является прекрасным объектом для сравнительного анализа цветопередачи. Вот перед вами снимок антипланетам, вот Хасельбладам. А вот эта парочка в одном кадре. Посмотрите, насколько богаче и точнее антипланет по сравнению с Хасельбладом. Он проигрывает разрешение, но выигрывает в цвета и тона передачи. Перейдем к следующим кадрам. Они не менее интересны, поскольку они передают речки, которые показывают нам тоже высокие контрасты. И в этом случае я специально сделал снимок с большим богатым небом. Почему? Потому что очень интересно посмотреть передачи тонких облаков, тонких особенностей, светлых тонов. Потому что техника светлых тонов – это отдельная история фотографии. Обратите внимание, насколько богаче небо на снимке сделано антипланетам. И насколько беднее оно на Хасельбладе. Да, конечно, при большом увеличении вы видите, что разрешение антипланета ниже. Но зато опять цветопередача намного богаче. Вглядитесь в эти снимки. Естественно, я не остановился на одном планере, а провел их целых три. И сейчас мы перейдем к другим результатам другого планера, который тоже может показаться вам интересным. Я нахожусь на одной из маленьких дорожек, которые окружают город Кольчугино. И пытаюсь сделать несколько интересных кадров, которые бы позволили передать ту красоту, которая находится за моей спиной. Что из этого получится, вы увидите на экране. В этом сюжете у нас сделано шесть снимков. И самый интересный – первый. Значит, в чем же интерес этого первого снимка? Здесь всего лишь навсего две елочки несчастных, стоящих в заснеженном таком поле на фоне темного леса. Обратите внимание на этот самый темный лес. Дело в том, что антипланет, которым я снимал, он практически убил цвета в тенях. Там оказались градации серого. То есть он превратил цветные ветки в градации серого, увеличил контраст и скрыл цвета. То есть ничего внимания не отвлекает. А Хасельблат перебрадал достаточно точно. На крупном снимке это хорошо видно. То есть это художественное свойство объектива. То есть он, оказывается, увеличивает величину контраста и увеличивает точность цветопередачи. Посмотрите на следующий снимок. В данном случае у нас с вами всего лишь навсего небольшая канавка с ручейком, который течет в лесу. Здесь нужно обратить внимание на байкё, на то, как размывает изображение на дальних планах антипланетах Хасельблат. Это достаточно интересно, поскольку антипланет создает более воздушное пространство и большую глубину, которая, безусловно, воспринимается нами намного благоприятнее. Перейдем к следующему снимку. Следующий снимок особенно показательный. Дело в том, что я снял в чистом поле бревно, которое притащили лесники. Оно такое ободранное и очень симпатичное, цветное. На заднем фоне лес, поле и так далее, и небо. В чём разница, как видите? Разница стоит в том, что, сфокусировавшись на этом бревне, мы получили очень интересные различия. По разрешению бревно оказалось снятое и антипланетам, и Хасельблатам абсолютно одинаково. По цвету, правда, у антипланет оно побогаче. А вот задний план намного интереснее. Антипланет его, по сути, скрыл. Он создал высокий контраст и погасил все ветви деревьев и лишние детали, о которых фотографии часто не нужны. А Хасельблат, как честный объектив, технический, намного более совершенный, всё это оставил. Что, конечно, воспринимается не очень хорошо. То есть, скажем так, точность повышается. Но мы с вами же не на шпионском задании. Нам нужна не точность, а впечатление и ощущение. То есть, искусство. А вот с искусством проблемы. Слишком хорошо бывает тоже нехорошо. Посмотрим ещё на один снимок. Тоже достаточно интересный. Этот снимок снят с высокой достаточно точки, недалеко от Кольчуги, на деревне. Там церковь, которая светилась в солнечных лучах. Что для нас интересно в этой церкви? А посмотрите на окружающий лес, посмотрите на тонопередачу, посмотрите на контрасты, посмотрите на цветовой баланс и на то, как объёмно и хорошо выглядит снятая антипланетам церковь и деревня. Насколько богаче изображение. Больше ни о чём я не говорю. Да, разрешение проигрывает. Но общее впечатление, конечно, антипланета намного лучше, что особенно хорошо видно на парном снимке, где одна и вторая картинка. То есть, дело очень интересное. И антипланет архаичный, которому почти 150 лет, он работает в паре с Хасельбладом просто бесподобно. Перейдём к ещё одному снимку. Это снимок речки. Снимок речки, где стоят два дерева. Ну, вот общее впечатление можете составить сами. Потому что сначала показан объектив, сделанный антипланетам, потом Хасельбладом. Решайте, что вам больше нравится. Следующий снимок такой же речки уже сделан совершенно эстетическими целями. Посмотреть, как тающий снег и лёд передаёт один и второй объектив. Что, собственно говоря, в чём особенности вот этой тонны передачи в светах. Посмотрите, очень интересно. Два рядом снимка, которые позволяют сравнить работу. Понятно, что передаётся-то она совершенно по-разному. Это разные художественные инструменты, как кисти у художника, которые раскрывают возможности каждому фотографу. Но вполне понятно, что антипланеты в своё время делались не просто так. Рассчитывали их использовать не только для ландшафтной фотографии, не столько. Тем более, она была черно-белая, не столь богатая, как сейчас. А сколько для съёмки портретов. Я не стал делать специально черно-белые снимки, а сделал цветные. Пусть все дефекты, которые характерны для этого архаичного антипланетно, скажутся при портретной съёмке. Вот рассмотрим портреты симпатичной девушки. В одном случае у нас антипланет, а вот в другом хассельблат. Ракусы специально изменены для того, чтобы вы почувствовали общее впечатление. А вот теперь с одинаковым ракусом два снимка, которые показывают разную работу этих объективов. Понятно, что антипланет тут даёт очень большую фору современным объективам. Он, безусловно, и лидер при портретной съёмке. Тем более, что вы практически не видите разницы по разрешению. То есть антипланет такого рода бесценное приобретение в сочетании с такой камерой. Дело-то в том, что он работает намного пластичнее, и лицо передаётся намного лучше. То есть даже в цвете, для которого этот объектив не приспособлен, он показал блестящие результаты. Догадывайтесь, как он работает в черно-белом режиме. Попробуйте, и, может быть, вам он понравится больше, чем любой другой объектив. Ну, конечно, я на этом не успокоился и решил оттестировать эти два объектива в достаточно сложных условиях. То есть когда света очень мало, оно рассеяно за облаками. Ну, то есть такая пакостная погода, которая в основном сейчас за окном происходит. Я записываю это в марте месяце, эту передачу. Поэтому бороться с этим сложно, но тем не менее. Я совершил ещё одну поездку в культурный центр, куда туристов возят обогащаться духовно просто огромными автобусами. Я нахожусь в Абрамцево. Это такое место, куда в своё время за не очень большие деньги русские спонсоры собрали великих художников, писателей, ну и прочую всякую, так сказать, псевдокультурную публику, которая тут развлекалась некоторое время. Следы от этих развлечений ещё остались, но и сейчас их показывают всем желающим. Вот в этом музее я сделаю пару кадров, которые позволят нам раскрыть особенности объектива «Антипланет». Как раз примерно из той эпохи. И современный объектив Хасельблат 120 мм. Что же мы видим на съёмках в Абрамцеве? Ну, собственно говоря, я там сделал пару кадров. Я сделал один кадр, связанный с исторической церковью. Она просто очень симпатичная, и мне нравится довольно сильно. Последние 50 лет я её регулярно снимаю и даже в юности рисовал. Дело в том, что в таком рассеянном свете, да ещё в лесу, снимать такие вот антропогенные ландшафты, то есть постройки человеческие, довольно сложно. И плохой свет, сильно падающее постоянно освещение, неравномерность, в общем, не самые благоприятные для съёмок условия. Именно поэтому, конечно, я пошёл снимать. Вот сравните два снимка. Это церковь, снятая Хасельблатом, и это же церковь, снятая Антипланетом. Объяснять тут ничего не надо, как мне кажется, поскольку тонна передачи, конечно, у Антипланета намного лучше. Ну, я сделал ещё там один из главных домов Абрамцева, которому когда-то вела длинная лестница, сейчас весело уничтожена и заменена какими-то нелепыми дорожками. Но, тем не менее, впечатление от здания есть, а уж впечатление от разницы между Хасельблатовским объективом и Антипланетом тоже сохраняется. Хотя, конечно, веточки менее резкие. Но мы гонимся не за техническими достижениями, а мы стараемся получить инструмент для создания высокохудожественных изображений. Должен отметить, что этот объектив вообще из этой серии Антипланетов очень непросто приобрести. То есть, вам надо повозиться, потратить не только кучу времени, но ещё довольно приличные деньги для того, чтобы найти такой объектив где-нибудь на аукционе. Антипланеты редки, дороги и являются культурным наследием человечества, а не просто техническими устройствами. Поэтому могу пожелать вам успехов в этой области. Найдёте, попробуйте, получите колоссальное удовольствие. Но не надо брать объективы больше 140 мм, потому что иначе это уже будет не совсем сравнимая ситуация. А так, если подводить итог наших сегодняшних испытаний, да, в лице Штенгельского антипланета 70-80-х годов XIX века мы можем приобрести к камере Хасельблат X1D2 изумительный объектив, который как кисть у художника позволяет добиваться того результата, которого вы хотите. Хочу пожелать вам успехов на этом поприще, хотя и не простом. И надеюсь, что вы получите удовольствие от испытаний старинных объективов. На этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok